Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и сегодня с вами я, ведущая, Елена Бунакова. Много святых просияло на земле русской, но особое место среди них занимает святой Стефан Пермский. В момент духовного подъема Великой Руси в XIV веке он поставил себе целью просветить христовой верой и допоклонников комизырян и совершил этот подвиг. Для этого святой подвижник освоил церковную книжную культуру, выучил языки, создал комизырянскую письменность и стал просветителем, учителем, крестителем и защитником нового христианского народа, а затем и героем его легенд. Прошло шесть столетий. Изобретенное святителем Стефаном письмо из книжного употребления, в том числе церковного, давно вышло. Даже книг, написанных этим письмом, не сохранилось. Но у комизырян по сей день живы сказания об этом удивительном святом. А на нашей книжной полке сегодня представлены два небольших издания, которые повествуют о святителе Стефане Пермском. О них далее в нашей программе. Обе книги, которые сегодня мы предлагаем вашему вниманию, изданы в Екатеринбурге. Первая из них называется «Акафи святителю Стефану, епископу Пермскому с житием». Она выпущена в свет приходами Екатеринбургского храма, который освящен в честь этого святого. Вторая книга представляет собой серию «Твое святое имя» и предназначена для читателей детского возраста. Основным источником сведений о святом Стефане является слово о житии и учении святаго отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископа. Это житие написано замечательным писателем Епифанием Премудрым, хорошо знавшим святителя. Будучи выдающимся по своим литературным качествам произведениям, слово о Стефане Пермском является также ценнейшим историческим источником. Некоторые сведения о святом Стефане можно найти и в других деревнерусских литературных произведениях. В данных изданиях представлены краткие повествования о святой жизни просветителя. И как свидетельствует житие святого Стефана, родился он около 1340 года. В детстве святой Стефан был научен молитве и послушанию. Отданный в научение книжное, он удивлял своими способностями. Свободный от занятий время, мальчик любил посвящать чтению священного писания. Через год он стал чтецом в соборной церкви. Как и многие северные русские города, Великий Устюг был в то время богатым торговым городом. Вокруг него в густых листах были расположены поселения, в которых жили языческие племена зырян или западных пермяков. Занимаясь охотой, зыряне жили довольно обособленно, но вели оживленную торговлю с русскими городами, в особенности с Великим Устюгом. Общаясь с зырянами, юный Стефан овладел их языком. К этому времени юноша окончательно решил оставить мирскую жизнь и посвятить себя служению Богу. Родители со слезами радости отпустили сына. По благословению ростовского епископа Парфиния, в монастыре во имя святителя Григория Богослова в 1365 году был совершен монашеский постриг молодого послушника с наречением ему имени Стефан. Как повествует жизнеописатель святого, с усердием углубился инок в изучение священного писания. Частые беседы с кем-либо из духовноопытных монахов, занятия греческим языком, которые он вскоре достаточно хорошо усвоил, помогли святому Стефану в его духовном возрастании и богословском образовании. Преподобный Епифаний Премудрый, бывший в то время его собратом по монастырю, рассказывает о постоянных совместных беседах, посвященных толкованию священного писания и изъяснению творений святых отцов. В монастыре святой Стефан написал несколько произведений, свидетельствовавших о любви к богомыслию и о глубоких знаниях автора. Но, к сожалению, эти сочинения до наших дней не сохранились. Стремление просветить светом Христовой истины язычников зырян воодушевило святого Стефана на особый подвиг. Он создал для зырян письменность, которой они не имели. В качестве алфавита используют зырянские знаки на дереве. С помощью созданной азбуки святой Стефан перевел на зырянский язык богослужебные книги и частично священное писание. К концу своего десятилетнего пребывания в монастыре он отправился в Москву за благословением. Управителем митрополии был архимандрит Симонова монастыря Михаил. Он испросил у великого князя охранные грамоты для святого Стефана и направил его к епископу коломенскому Герасиму. После долгих бесед со Стефаном, преосвященный Герасим рукоположил его в веиро-монаха и благословил на миссионерское служение. Снабженный необходимой для богослужения церковной утварью, осенью 1379 года святой Стефан отправился в Пермскую землю. Как свидетельствует житие, местом своей деятельности Стефан выбрал селение при устье реки Вым, где устроил небольшую церковь. Отсюда он ездил во все стороны для проповеди святой веры, всюду разрушал и жег капище идолов. Поначалу миссионерство святого Стефана не имело успеха. Непривычно и страшно было слышать зырянам, что их боги ложные и бесполезные истуканы, созданные людьми, и что есть лишь один истинный бог – Христос. Жители селения всячески старались помешать святому Стефану, а однажды по наущению волхвов предприняли даже попытку сжечь его. Но кротость, терпение и любовь, а также всецелая преданность воле Божией тронули, наконец, их сердца. Покоренные его личностью, убедительностью и простотой доводов в пользу новой веры, многие из них приняли святое крещение. Успехи Стефана во многом зависели еще и от того, что он обращался к зырянам на их родном языке. На нем же совершал богослужения для новообращенных. Святой учил крещеных созданной их грамоте, с помощью которой они читали Евангелие, Псалтирь, Часослов и другие переведенные на зырянский язык книги. При храме Благовещения было учреждено училище, где занимались будущие пастыри-зыряне. По истечении четырех лет миссионерской деятельности иеромонах Стефан отправился в Москву, чтобы решить вопрос о епископе для зырян. Тогда собор русских архипастерей и великий князь Дмитрий Донской постановили, что первым архиереем новообращенной Пермской земли должен стать сам святой Стефан. По словам издателей, имя Степан в переводе с греческого означает «венец». Более сорока святых носили это имя. Были среди них и священники, и монахи, и простые миряне. Каждый из них по-разному угодил Богу. Кто мученически пострадал за веру, а кто послужил Господу иными подвигами и трудами. Святой Стефан Пермский стал крупнейшим за свою историю русского православия миссионером, который не мечом, а проповедью о Христе расширил границы России до Сибири. Его главным оружием в просвещении языческих народов, светом Христовой веры, стали посох и собственноручно написанная им азбука, при помощи которой он и донес до комизырян православное вероучение. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok